Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами путешествовать по Флоренции. Это второе видео из моего путешествия одного дня. Кто не видел первую часть, прикреплю ссылку, можете посмотреть. В первой части мы заходили с вами в собор Санта-Мария-дель-Фьори, в собор Святой Девы Марии с цветком, поднимались на знаменитый купол Брунеллески, чтобы подняться на него пришлось преодолеть 463 ступени. Сегодня видео я начинаю от Баптистерия. Потом поднимемся на самый верх колокольни Джотто. Там тоже предстоит подняться по лестнице, на которой 414 ступеней. Потом дойдем до площади Синьории и просто будем гулять по Флоренции. Восьмиугольное здание на площади – это и есть Баптистерий. Баптистерий имеет статус малой базилики. Он славится своими тремя бронзовыми дверьми. В этом Баптистерии проходило крещение членов семьи Медичи. И здесь же, кстати, был крещеный Данте. В 15 веке был объявлен конкурс на создание двух дверей, которые должны были украшать Баптистерий. Было два победителя – Брунеллески и никому неизвестный Лоренцо Гиберти. Брунеллески не хотел соперничать ни с кем, а тем более уж работать в паре. И он уезжает из города. Работа досталась Гиберти. Гиберти является создателем двух ворот Баптистерия – Северных и Южных. Северные ворота украшают 28 панелей, изображающие сцены из Нового Завета. Когда мастер работал над восточными воротами, он решил уменьшить число панелей и сделать их крупнее. Так вот, на 10 панелях изображено более 50 библейских историй. Сам Микеланджело окрестил эти ворота райскими воротами. И эти ворота сейчас являются самыми знаменитыми из всех ворот Баптистерия. Северные ворота За историю папства были хорошие папы, папы-антипапы, святые папы. В Баптистерии похоронен антипапа Иоанн XXIII. В историю папства вошли два папы под именем Иоанн XXIII. Один антипапа, который похоронен здесь, в Баптистерии во Флоренции, и другой святой папа, Иоанн XXIII, он похоронен в соборе Святого Петра. Я обязательно расскажу вам об этих двух папах и объясню, почему в списке пап есть два папы под именем Иоанн XXIII. И это не ошибка. История Бальдазара Коссы, такое имя было в миру антипапы Иоанна XXIII, необычно и удивительно, что трудно поверить, что такому человеку удалось стать папой. О его жизни можно писать книги, в которые войдут главы о борьбе за власть, за любовь, о жажде к жизни и игре со смертью, о жестокости и коварстве. Более подробно об этих двух папах я расскажу вам в одном из видео про Рим. Фресками купола Баптистерия был вдохновлен Вазари, когда работал в соборе Санта-Мария-дель-Фьори. Когда мы поднимались с вами на купол Брюнеллески, я показывала вам эти фрески вблизи. Эх, как жалко, что сегодня в Баптистерии фрески на реставрации, а так хотелось их рассмотреть подробно. Сейчас мы поднимались с вами на куполе Брюнеллеска. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Великолепная колокольня Джотто Подъем на колокольню Джотто займет примерно около часа И опять же придется подняться по лестнице, на которой 414 ступеней Лифта нет, так что рассчитывайте свои силы Колокольня Джотто выдержана в одном стиле с баптистерием и собором, что является комплексом, который находится на площади Башня высотой почти 85 метров Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок В 1302 году после смерти архитектора Арнольфа де Камбио, который занимался строительством собора, и после более 30-летнего перерыва в строительстве, знаменитый Джотто был назначен архитектором. В то время ему было 67 лет. Джотто сосредоточился на строительстве колокольни, фундамент которой был заложен Арнольфа де Камбио Основание башни украшено барельефами. Эти барельефы приписывают Джотто и Донателло В 20 веке оригиналы были сняты и выставлены в музей, который находится за собором, а колокольню сейчас украшают копией Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Цветной мрамор для украшений был привезен из разных регионов Италии. Белый из Карары, зеленый из Прата и красный мрамор из Сиены. После смерти Джотто строительство колокольни продолжил Андрео Пизано. Он скрупулезно изучил идею и замысел Джотто и продолжил работу над колокольней. С вершины колокольни Джотто открываются великолепные виды на Флоренцию и окружающие холмы. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Τι λέει, δηλαδή πεθαίνεις, αλήθεια πεθαίνεις Τι έγινε με τη βάζεις Καλά Α, πρέπει να βάζεις αυτά Μας έκαναν και γελιογραφία Εμένα και τη Σοφίτας έκανα γελιογραφία Γιατί πήγαμε να μας ογραφήσουν Α, τι πήρες Ναι Και σκέφτο Δεν την ανοίγω τώρα γιατί η άσκη δεν θέλω Και Και Продолжение следует... Продолжение следует... Мне уже хотелось погулять по улицам Флоренции и почувствовать ее атмосферу. Я думаю, что когда-нибудь еще вернусь в этот музей, в котором находится 28 залов на трех этажах, чтобы подробно и спокойно все рассмотреть. В этот раз у меня получилось все бегом, потому что было мало времени. Здесь находятся настоящие шедевры искусства, работы от Микеланджело до Донателло, Брунолески, Гиберти и бесконечное множество других мастеров. Продолжение следует... 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 С правой стороны от Давида находится скульптурная группа «Геркулес, победивший Пакуса». Она сейчас находится на реставрации. Продолжение следует... 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 Друзья, давайте прогуляемся по набережной и дойдем до самого старого моста во Флоренции, до Пунте Векью. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Сейчас рядом с площадью находятся роскошные и прекрасные гостиницы, бары, звучит живая музыка, а в центре площади стоит карусель В самом начале улицы Рима, на углу площади Республика, находится великолепный бар. Гуляя по Флоренции, надо обязательно зайти сюда Это излюбленное место художников, писателей, местных жителей и туристов. Одним словом, этот бар привлекает внимание уже с улицы своими прекрасными витринами. Его невозможно пройти и пропустить. Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мое путешествие одного дня во Флоренцию подходит к концу. Я возвращаюсь к вокзалу и прохожу вновь по уже знакомым мне местам. Субтитры делал DimaTorzok 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 Как же мне не хочется уезжать отсюда! Но я говорю, до новых встреч, Флоренция! Я скоро вернусь сюда, чтобы вновь прогуляться по твоим прекрасным улицам и насладиться сокровищами, которые спрятаны в метеем. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами до новых видео. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, и я уже в промежутках между работой начинаю планировать новое путешествие. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok